Как ни удивительно, но Одесский регион по результатам ЗНО отстает по всем показателям. За последние годы не входит даже в первую двадцатку в Украине. И это касается всех предметов, как гуманитарных, так и точных наук. Мы по рейтингам занимаем второе место с конца по количеству выпускников, не набравших минимальное количество баллов. Причины известны давно, но решить их в кратчайшие сроки попросту невозможно. Максим Степанов, понимая эту проблему, решил, что ситуация должна кардинально измениться. Сегодня он презентовал первый шаг на пути ее решения. Проект «Будь умным», состоящий из двух онлайн-платформ «Эдугет» и «Асвита онлайн», разработан специально для подготовки к ЗНО. Здесь собраны видеолекции лучших учителей Украины, подкрепленные методическими материалами. Свои знания можно проверить здесь же. На портале есть тесты в формате предстоящих экзаменов. Пользоваться порталом все ученики Одесской области могут бесплатно. Достаточно лишь получить в своей школе промо-код для регистрации. Еще одной целью чиновников было объяснить ученикам, что подготовка к ЗНО не обязательно должна быть скучным и рутинным процессом. Известный ведущий телепередачи «Что, где, когда» Александр Андросов провел игру под названием «ЗНО-квест». Есть предубеждение у молодых людей, что это все сложно, скучно, неинтересно. И подготовка – это просто какая-то обязанность, которой нужно всеми силами пытаться избежать. Такими мероприятиями, мне кажется, люди, которые занимаются их организацией, пытаются показать, что ЗНО – это интересно, это несложно. И это круто. И можно провести время в приятной компании с замечательными людьми, повеселиться и при этом получить какие-то новые знания. В первом этапе викторины принял участие и Максим Степанов. Стоит отметить, что его команда набрала 10 баллов из 10. На школьников же игра произвела огромное впечатление. Им очень понравился такой вот развлекательный формат подготовки к ЗНО. В планах областной администрации сделать такие мероприятия еженедельными уже в ближайшем будущем. Скажу честно, мне очень понравилось. Я даже не ожидала, что эта атмосфера будет наполнена такими приемными эмоциями, таким теплым духом и теплым приемом. Я дякую всем, кто этот захват организовал, кто его провел. Мне очень понравилось. И сейчас я иду домой под великими эмоциями, с великими впечатлениями. Первое место разделили сразу две команды. И ценными призами их не обделили. А сам презентованный проект вызвал всеобщее одобрение у школьников. Ведь не у каждой семьи есть возможность оплатить дорогостоящих нынче репетиторов. Это очень интересный проект. Я считаю, что правильно вкладывают инвестиции. И вот этот проект даст возможность детям, которые не имеют возможности для репетиторов, обучаться онлайн в таком же темпе. Этот проект был разработан по личной инициативе Максима Степанова и за его собственные деньги. Стоит отметить, что это эксклюзивный проект и доступен он только в рамках Одесской области. Губернатор подчеркивает, это только начало. Уже очень скоро будут и другие. Есть желание сделать подготовку и сдачу, доступной для людей, проживающих в зоне АТО. Пока, к сожалению, решения этого вопроса нет, но его ищут. Надежды на проект Максим Степанов возлагает большие. Надеется, что в этом году одесские школьники по результатам ЗНО войдут в ТОП-10.